Добрый вечер! Мы сегодня с вами целый час будем немножко обучаться, будем немножко теории проходить. Я думаю, эта теория вам поможет для того, чтобы в дальнейшем подготовиться очень хорошо к Новому году и получить более-таки яркую себя, более яркий образ для себя. И сегодня мы с вами будем знакомиться с красками для волос и уходом за волосами. Представлюсь я, меня зовут Елена Корзинокова, старший менеджер компании Reflame. Конечно же, эта тема для меня очень интересна и очень актуальна, потому что мы все девушки любим экспериментировать. И, конечно же, для того, чтобы понять, актуальна ли для вас эта тема, пожалуйста, поставьте восьмерку в чате. Те девушки, кто красит волосы, поставьте, пожалуйста, восьмерку, чтобы понять, актуальна ли будет для вас эта тема. Прекрасно! Уже восьмерочки пошли, кто красит волосы. Хорошо! Ну что ж, такие маленькие секретики. И я думаю, если кто-то, раз пользуетесь вы, значит, у вас уже возникают вопросы, кто-то спрашивает рекомендацию, чтобы вы могли уже другому человеку порекомендовать краску для волос, и чтобы этот человек, ваш знакомый, остался доволен. Ну что, начнем. Конечно же, что хочется, с чего начать? Первое, мне не хочется говорить о составе красок для волос, об этом мы поговорим попозже. Первое, хочется, наверное, понять, с чем мы работаем, поскольку мы здесь ухаживаем за нашими волосами, мы меняем цвет волос, поэтому самое важное, с чего нужно начать, это сначала. Мы с вами поговорим именно о структуре волос и как именно краски для волос воздействуют на структуру волос. Вы знаете, что у нас почти везде есть на покрове волосы, но волосы бывают разные. Они бывают длинные, либо по-научному терминальные. Эти волосы растут на голове, то есть у мужчин иногда здесь есть щетин. То есть это те волосы, которые могут вырастать длинными. Есть щетинистые волосы, которые брови, ресницы, то есть тоже иногда мы прибегаем к косметологии для того, чтобы подкрасить брови, ресницы, то здесь тоже следует учитывать этот нюанс. И, конечно же, есть пушковые волоски. Они уже есть по всему телу. Мы будем с вами говорить о длинных волосах и больше внимания, конечно же, этому уделять. Дело в том, что поскольку мы, девушки, заботимся больше всего о красоте волос, которые есть на голове, то здесь уже от 80 до 150 тысяч волос находятся. И здесь волосы растут примерно на полтора сантиметра в месяц. То есть если понимать, что кто-то говорит, что у меня волосы не растут, не отрастают, то здесь вот есть определенная норма, в которой волосы должны вырастать каждый месяц в среднем. И дело в том, что почему волосы выпадают, почему так происходит. То, что человек теряет волосы, это вполне нормально, так как это происходит цикл, цикл роста волос. И волосы растут циклично. И несколько лет, это где-то 4-7 лет, волос растет, и после этого он начинает отдыхать. И отдыхает он где-то от 2 до 3 месяцев. Бывает меньше в зависимости от нашего чувства и здорового, бывает больше. И вот после отдыха вот этот старый волос выпадает. И начинается новый цикл. Вырастает новый волос. На смену старым приходит новый. И вполне нормы считаются, если у вас в течение суток выпадают от 50 до 100 волосинок. Конечно же, когда волосы длинные, то кажется, что их много. Когда волосы короткие, то кажется, что это все в норме, все в порядке. Поэтому здесь вот такие вот нормы есть. Для нас, тех, кто укаживает за волосами. Если говорить о собой, структуре волос, чтобы понять, как действует краска. И как нужно ухаживать за волосами для того, чтобы вот это вот строение волос не повреждалось. И от чего волосы будут сосекаться. Ну, в первую очередь волосы состоят из двух частей. Это фолликул и стержень. Стершень, он не чувствует боли. Он может растягиваться. Стоит на 3% воды, на 97% из кремния. И в зависимости от химического состава, и зависит и цвет волос. То есть то, что мы блондинки, брюнетки. Почему у некоторых светлеют волосы, по некоторых темнеют. Все это зависит от химического состава волос. То есть если мы немножко поменяли наш рацион питания, то есть или как-то по-другому, гормональный фон нас по-другому ведет, то и соответственно могут вверхать цвет волос. То есть это тоже зависит от этого. Конечно же, еще плюс к этому, вот волосы состоят из различных микроэлементов. И в основном это белковый состав. То есть для того, чтобы волосы хорошо росли, то есть очень важно, чтобы в нашем рационе был белок. Сам вот этот стержень, он такой вот, разный такой вот, есть мозговой слой, это внутренний слой, корковый, который как таково покрывает вот эту вот часть. И от этого промежуточного слоя он отвечает за цвет волос. И когда краска воздействует, краска воздействует именно на вот этот промежуточный цвет. Для того, чтобы окраивать. Сам стержень, который мозговой слой, он остается не тронутым. А внешний слой, который защищает вот сами волосы, это так называемая кутикула. Она похожа на чешуйки рыбки. И получается, когда вот эти чешуйки, они абсолютно приглажены, а за это отвечает сальный секрет, то они выглядят гладкими, выглядят шелковистыми. Поэтому вот это вот важно понимать. На это я то, что вам рассказываю, буду опираться, как действует краска. И еще, конечно же, многие девушки, и мы, и я в том числе, хотим, чтобы волосы росли хорошо. Хотим, чтобы волосы росли быстро. И чтобы они хорошо восстанавливались. И вот за это отвечают, чтобы они росли фолликулы. И очень важно, потому что здесь рядом с фолликулой есть, вот проходят сосуды питающие волосы, нервы. То есть это вот тоже такие вот важные факторы, которые зависят рост волос. Здесь я дальше в подробности о строении не буду вдаваться, но вот такой вот важный момент я вам озвучу, и потом в конце я поясню, почему это очень важно. И почему волосы повреждаются. Есть различные множества причин, иногда они все вместе, да, эти причины воздействия. То есть мы по разному воздействуем на волосы. Кто-то сушит волосы феном, кто-то утяжку, кто-то делает химическую завистку, кто-то умывается просто жестко. То есть различные такие факторы влияют на повреждение волос. И только всего лишь устранив некоторые из них, которые у нас есть, и получается, что мы уже восстанавливаем наши волосы, просто влияя к некоторые какие-то свои привычки. Если говорить о так называемых ожиданиях, когда мы хотим свидетельствовать образ, и большинство наших девушек очень много пользуются красками для волос, и если случайно вы сейчас в чате поставили восьмерочки, вот тоже одновременно проверяем связь, я думаю, когда вы покупаете краску, у вас есть какие-то ожидания. Что вы ожидаете от красок для волос? Пожалуйста, напишите в чате, что вы хотите видеть в вашей краске для волос, что она должна делать. Вот хорошее ваше представление краской для волос. Так, пока я жду, я хочу сказать такие цифры, здесь я их пропустила, что 80% женщин используют краски для волос. То есть это почти все, все-все девушки меняют цвет волос, и объем продаж этой категории настолько большой, что составляет более 60 миллиардов рублей. И вот сейчас, да, в чате пишут, стойкость. Стойкость – один из важных факторов, который хочется девушкам видеть. И на самом деле стойкость – не один из факторов, в которых всегда проводились потребительские исследования, хотят видеть яркий, насыщенный цвет, чтобы равномерно окрашивала, одновременно придавала блеск, чтобы закрашивала седину, потому что это очень важно, чтобы цвет волос получался, как у модели на упаковке, да, и чтобы не нарушалась структура, то есть ухаживающая формула. И что мы боимся, когда покупаем краску? Что, во-первых, быстро смоется, что может вызвать аллергию, правильно, да, что может лечь неравномерно. И цвет не соответствует ожиданию. Купили черный, а получились белый. Ну, условно, да, хотя это редко получается настолько. Но в любом случае нам хочется быть таким, какими мы ожидаем. И что для того, чтобы вот эти ожидания продали, что нам компания Reflame здесь предлагает? Ну, в первую очередь, это наша стойкая краска для волос, цвет эксперт. И здесь человек находит абсолютно разные грани, которые он ищет в краске для волос. И мы о каждой из этих грани, давайте с вами поговорим, что она дает. Во-первых, любая краска, абсолютно любая, должна менять цвет волос. Это в первую очередь. Еще краска должна, если вы, точно так же и усиливать натуральный цвет волос, если вы красите. Плюс к этому краска должна закрашивать седину хорошую. И, конечно же, придавать блеск и не портить волосы. Это важный фактор. И этим фактором всегда отличают очень высокого качества краски, которые некоторые, например, хорошо закрашивают, усиливают цвет, но немножко портят волосы. Каким качеством отличает наша краска? Ну, во-первых, сочно-глубокий цвет, только окрашивание. Здесь у вас получается 100% закрашивание седины. Конечно, есть некоторые краски, которые не рекомендуются, я о них поговорю, для тех, у кого есть седые волосы подбирать. Питательная формула, простое, безопасное, на их седине. И плюс еще к этому волосы выглядят натурально. Все, кто использовал, абсолютно такие, здесь вы не найдете, ярких таких, кричащих оттенков, там, фиолетовых или так далее. Здесь все оттенки, такие приравненные, больше к натуральному. И если говорить более подробно об этом продукте, то что хочется сказать, самое важное здесь – это формула. Это формула, которая будет щадить ваши волосы, которая будет ухаживать за волосами. Во-первых, один из важных компонентов – это уникальная смарт-система, которая подстраивается под ваши волосы, под цвет, который уже имеют волосы, и придает равномерность нанесению. И если у вас уже были окрашены волосы, и вы подкрашиваете корни, значит, она равномерно распределит краску, что те, которые были окрашены, она окрасит меньше, те, которые не были окрашены, она их окрасит больше. Вот такая вот умная смарт-система. И, конечно же, хочется всегда, чтобы волосы были ухоженными. И здесь в формуле в краске содержатся натуральные ингредиенты. Это льняное масло. Что льняное масло дает? Это в первую очередь, конечно же, обладает такими кислотами, как омега-3 и омега-6, которые делают, во-первых, уход, более нежные волосы, более защищают от старения. И с помощью вот этого масла, которое вы наносите после краски, волосы становятся гладкими, шелковистыми, то есть не будет такого очень тяжелого расчесывания и так далее. Ну и, конечно же, уход за волосами, краска плюс дополнительно будет вам давать вот это ощущение свежести, отсутствия спутывания и волосы будут легко после этого сушиться. И еще, конечно, хочется сказать о том, что когда кто пользовался нашими красками для волос, замечает, что она пахнет по-другому, что она абсолютно пахнет по-другому, чем другие краски. И здесь добавлен приятный аромат, приятные текстуры и плюс к этому вы получаете аромат. Вот здесь видите, насколько интересно, такая вот парфюмерная нотка, сама краска и уже с парфюмерной ноткой, которая содержит в себе 10 компонентов. И, конечно же, приятно. Я скажу, что когда я помогала красить, что хорошее, когда ты сам красишься, ты понимаешь, что вот надо потерпеть. Но когда ты красишь, это очень большое, хорошее дополнение, когда ты дополнительно и делаешь приятное, но и сам можешь ощутить, что эта краска тебе дает возможность дышать, и наслаждаться ароматом. Вот. Это вот такое дополнение к нашей краске для волос. И что хочется сказать по оттенкам? Как правильно подобрать оттенок? То, что краска, она будет ухаживать стойкая и плюс хорошо держаться. И здесь в компании Reflame представлено 2 оттенка, 4 цветовых групп, и здесь представлено 10 светлых, 5 коричневых, 5 рыжих и 2 черных. Каждая из них делится на подкатегории и соответствует определенным нормам. И к каждому цвету нужно подходить по-особому. Кто принимал участие в разработке этих красок для волос? Это известный эксперт-трихолог международного класса Карл Эквуд. Он дает рекомендации для известных журналов мод. Конечно же, сотрудничает с ними, подбирает и также модели для того, чтобы они хорошо выглядели, тоже их уход. И он принимал участие в разработке вот этих красок для волос. И, конечно же, его огромный вклад, поскольку сейчас, в данный момент, краски для волос, мне кажется, наши все девушки, кто пользуется, абсолютно на 100-200% довольны тем результатом, который они получают. И что очень важно, когда вы кому-то рекомендуете или сами решили для себя порекомендовать, очень важно правильно подобрать краску. Потому что очень часто бывают такие ситуации, когда вы покупаете краску, например, окрасили в какой-то цвет, и видите, что получился зеленый оттенок, чтобы этого не было. Либо, наоборот, вы захотели быть блондинка, а окрасили, получили желтый. Так вот, чтобы этого не было, нужно понимать, как правильно подбирать оттеночки. И здесь представлена цветовая палитра, мы на ней не будем восстанавливаться. Всего лишь на основе этой палитры формируется международное название красок. И здесь есть первичная тона, вторичная, смешанная. И когда смешение происходит, происходит и название красок. Любые краски не идут по названиям, как темный рус, там и так далее. Любую краску, которую вы возьмете, профессиональную, она должна соответствовать номеру. То есть обязательно в любой профессиональной краске, для того, чтобы сделать профессиональное окрашивание парикмахеру, профессионалу, необходимы вот эти цифры. 7, 0, 7, 24, 8, 0. Так вот, что они обозначают и как правильно вам их подобрать? А вот здесь представлено 4 разделения, как они делают. И что каждая циферка обозначает из этого деления? Первая цифра, которая стоит слева от точки, означает глубину цвета и степень яркости без учета оттенков. То есть бывают стандартные, которые цвета, например, русый, блонд, черный и так далее. Так вот, это означает, что этот яркий цвет, например, который, если говорить о том, какие оттеночки бывают, то здесь вы видите глубокий, черный, черный, черно-коричневый и так далее. Цифра, которую мы видим сразу же после точки, она указывает тот. Так вот, тона бывают разные. Тона бывают от 0 до 7. То есть вы можете видеть 4,2. Значит, будет коричневый с перламутровым фиолетовым отливом. Если вы видите 8,3, то значит, будет средний русый с золотистого оттенка. Вот так получаются цвета. То есть будет основной какой-то цвет, который берется. Это цвет, который мы видим сразу перед точкой. То есть это будет, если один точка, то это будет глубокий, черный, естественный. И иногда указываются две цифры после точки. Так вот, вторая цифра указывает дополнительный тон, который приплюсовывается к этому второму. И здесь, например, если вы увидите 2,5,6, значит, будет черный с оттенком первой махагоны, красным отливом. И немножко, и дополнение еще больше красного, то есть более такой яркий с красным переливом. То есть вот так вот любые профессиональные парикмахеры подбирают. То есть если вы даже просто увидите любую другую краску, вы уже можете понять, какой основной будет тон и оттенок у него. Остальные две цифры – это уже дополнение. Так вот, как правильно выбрать вот этот оттенок? Первое, что необходимо для оттенка, любой выбирается в зависимости от того, какой натуральный цвет ваших волос. И первая наша задача – это определить цвет волос натуральных. То есть вот здесь вот представлено 10 их видов бывают. И в комплане я представила специальная табличка, благодаря которой выбирается. И есть определенные рекомендации. Рекомендации какого плана? Что рекомендуется выбирать оттенок где-то на 2 тона, либо темнее, либо на 2 тона светлее. Но ни в коем случае блондинке не рекомендуется перекрашиваться сразу в черный. То есть рекомендуется немножечко темнее волосы. То есть это рекомендации профессионалов. С помощью такой таблички очень легко здесь подбирать. И здесь вот представлены будут примеры для вас, как выглядит, когда подбирается. Ну вот здесь, как к примеру, если тон 5,25, то здесь это перламутровый, махагоновый отливы, который идет. Если говорить о тонах, которые натуральные, и какие тона подбирать. То есть смотрите, если у нас естественный цвет 7, то мы можем выбрать оттеночки, которые на 2 плюс или 2 минус. То есть те краски, которые будут начинаться 7 минус 2 с пятерки и 7 плюс 2 с девятки. То есть это те промежуток красок, в которые мы можем для себя подбирать оттеночки. Это очень важно. И если говорить дальше, то есть, например, если натуральный цвет 7, то тоже как вариант, какого-то на 2 плюса. То есть вы можете выбрать тоже, окрасить волосы. И важный момент, который тоже следует учитывать. Если волосы у кого-то из вас седые, либо из ваших клиентов седые, то не применяются на седых волосах наши краски. 6, 6, 10, 31, но они здесь на картинке представлены, и 12.01. Причем важно понимать, что вот такая краска, которая подбирается по типу внешности, тоже выбирается в зависимости иногда и от цвета глаз. То есть вам профессиональный парикмахер может тоже так и подсказать. Вы крашите, ну вот, 12.01. 12.02 – это другая красочка. 12.01. Сейчас, секундочку. 0.1 не подбирается для крашки. 12.02 здесь вы можете подбирать. И тоже по типу внешности вы можете тоже выбирать для себя краски. То есть здесь тоже можете для себя учитывать вот такие моменты. Если хотите поменять радикально волосы, цвет волос, то всегда лучше обращаться к профессионалу. Потому что профессионал будет учитывать цветовую палитру, цветовой круг. И чтобы у вас не получился зеленый оттеночек, либо наоборот желтый оттеночек. То есть это тоже будет профессионалу учитывать. Как правильно пользоваться красками для волос? Здесь уже в первую очередь, здесь нужно вспомнить, кто покупал краску, что вы делали. Конечно же, коробочку внимательно читайте. Все рекомендации, которые есть. Вам будет дополнительно вложена инструкция, в которую будут входить набор перчаток, тюбик с крем-гелем, флакон с проявителем. И, конечно же, саше с ухаживающим бальзамом после приведения. Обращаю ваше внимание. Некоторые не находят перчатки. Перчатки прикреплены к инструкции. Поэтому такой вот важный момент, когда вы делаете окрашивание. Какие важные такие советы, правила, когда вы окрашиваете волосы? Перед окраской голову не обоют. Но обязательно необходимо, чтобы у вас отсутствовал лак, гель, пенку необходимо будет удалить. То есть вы учитываете, удаляете, то есть это нужно, чтобы не предшествовало ваше, то, что вы помыли голову, покрашиванию волос. Одежда должна быть защищена, то есть обязательно что-то вам необходимо будет накинуть. То есть у нас есть специальный аксессуар, который в этом помогает. Все инструменты, которые должны быть, без металлических деталей, чтобы не было окислений. И перед нанесением волос обязательно разделяют крестообразным пробором. Кто хочет, может посмотреть, есть много видео в интернете. Тоже можете посмотреть, то есть такие маленькие правила, рекомендации, для того, чтобы правильно нанести и равномерно. Перед нанесением волоса, я говорила, разделяют крестообразным пробором. Здесь нужно наносить красители быстро, и пряди должны быть тонкими, чтобы хорошо после этого пропитались волосы. И отчет времени, то есть, допустим, 40 минут, начинается с момента нанесения первого состава. И после нанесения состав не должен образовывать панцы, а проверять обязательно, чтобы следует степень окраски. То есть это такие вот важные моменты. Еще что хочется добавить, что очень важно перед применением ознакомиться с инструкцией и проверить свою аллергическую реакцию. То есть это может быть замочек ушек, то есть где-то на ладошке, то вот где вот запястье есть вот здесь вот, то есть вы можете носить. А самое лучшее это за ушком проверять. То есть это всегда у нас меняется химический состав тела. Я не встречала аллергические реакции на краски наши, но в любом случае компания постраховывается, здесь вам рекомендуют. И когда вы первый раз наносите, носить краску на сухие и не бытые волосы, важно, что не бытые и сухие. Я говорила, что разделять на прядки, оставлять краску на волосах 30 минут. Ну, здесь слышала кто-то меньше, чтобы оттенок поменьше, но здесь 30, ну и чуть-чуть больше, то есть здесь вы отсчитываете, то есть в зависимости от того, как вы сами знаете, как у вас волосы краску переносит. Потому что есть тонкие волосы, которым достаточно 30 минут помыть, а есть достаточно такие плотные, такие жесткие. То есть здесь вы учитываете вот такой момент. И после истечения указанного срока обязательно смывайте теплую воду и массируйте. Отмечу, теплая, потому что я встречала такие случаи, когда краска просто не дралась только из-за воды. То есть обязательно вот этот момент теплый. И после того, как вы смыли эмульсию, промойте волос теплой водой, пока она не станет прозрачной. И здесь после этого вы можете вымыть волосы, используя шампунь, чтобы удалить остатки краски. И после этого, после того, как вы вымыли волосы, наносим ухаживающий балзам. То есть как обыкновенный кондиционером вы пользуетесь. И не забудьте, конечно же, этот кондиционер после этого смыть. Две-три минутки побудет, смывайте. Вот такие маленькие рекомендации. Еще по рекомендациям. Здесь по повторному нанесению. Почти все точно так же. То есть единственное, что здесь вы наносите на троши волосы. И такой вот важный моментик, который для того, чтобы у вас не закрашивалось тело, то есть чтобы шея не было краски для волос, чтобы у вас толбу не оставлялась, на височных зонах. Здесь заказывайте свыкчайшие средства, но в этом каталоге идет со скидкой большой. И наносите по линии роста волос. Очень хорошо после этого краска для волос смывается. Задняя часть шеи, кожа за ушами. То есть очень хорошо помогает предотвратить окрашивание участков тела. И вот этот вот оттеночек, который 12 на 1 утра светлый пепельный блон, им тоже нужно уметь пользоваться. И вы пользуетесь примерно как краской для волос. И его не рекомендуют использовать, если волосы обесвечены или окрашены. И все те же самые рекомендации, то есть наносите на 30 минут, оставьте для воздействия на 35 минут, если очень устойчиво к окрашиванию, то есть я говорила, если больше, ну и так далее. После этого нанесли, смыли, то есть и наносите кондиционер. Если говорить о стойких красках для волос цвета Эсперт, то важный такой момент, каким бы ни был ваш натуральный цвет волос, оттенок окрашивающих волос может быть различным, в зависимости от разных факторов. Вот, спасибо за то, что поясняете, кондиционер действительно классный. И от чего может зависеть окрашивание, то, что вы получили не тот результат, который вы видите на упаковке. Если вы не соблюли какие-то правила, то есть зависит, если вы не соблюли какие-то правила, или если зависит от густоты волос, типа волос, то есть бывают генетические какие-то особенности. Если у вас неудачный предыдущий опыт окрашивания, цвет волос точно так же зависит от количества седых волос, то есть вы знаете, что седые, конечно же, по цвету отличаются. И, конечно же, еще зависит от характеристик воды, которую вы использовали в процессе окрашивания, то есть жесткая она была, или какая-то другая, то есть вы знаете, что нельзя использовать детали металлические, то есть вот это тоже важный такой момент. И фактор, когда вы окрашиваете волосы, это то, что касается красок для волос и как подбирать оттенок. То есть вы теперь, если подвести итог, знаете, что если вы смотрите в оси, вы решили что-то поменять в том, вы смотрите на тот цвет волос, который вы имеете, определяете его оттенок, то и вы можете двигаться только в промежутках, вот 2 плюс, 2 минус оттенков. И только видеть после этого какое-то искрение, сияние, перелив, отлив, то есть вот есть такие вот важные факторы. Подведу итог. Краску для волос мы наносим на сухие волосы, не мытые. Наносится краска для волос после того, как мы разделим на пробол, равными такими долями, по чуть-чуть, чтобы хорошо расчесывалось. Краска для волос держится 30 минут, можно дольше, если у вас волосы более такие плотные по текстуре. И, конечно же, после смывать обязательно теплой водой, то есть ни в коем случае ехать теплой. И после того, как вы смыли краску, наносим кондиционер, который облегчит расчесывание и будет дополнительный уход. Как же правильно ухаживать за нашими волосами, которые окрашены и только которые окрашены? Дело в том, что красивые волосы – самое наше ценное, самое большое красивое достояние каждой девушки, каждой красавицы. И мы стремимся, чтобы они выглядели всегда отлично. На самом деле 99% ухода и питания для красоты волос – это уход за кожей головы. Если помните, я вам говорила о составе, то вот есть стержень, который растет, есть фолликул, откуда растут волосы. Так вот, здоровье волос начинается и с кожи головы, где находится фолликул, откуда растут волосы. И серия профессиональная, которая очень долго тоже разрабатывалась, Хейрык, она учитывает теперь вот этот вот фактор ухода за кожей головы. И теперь в его составе добавлю такой компонент, как формула 6 G2. Что она собой представляет? То есть если вы видите ваши шампуни, то что они дают для нас? Ну, в первую очередь формула – вот это вот, это биологически активный антиоксидант. И он получен из иберя. Кто из вас слышал такое слово, как иберь, кто для себя использует? Это в первую очередь для поддержки луте, то есть обладает широким спектром действия, заживляющим, свягчает кожу головы, защищает заметно более здоровых, красивых волос. То есть, конечно же, это вот тот компонент, который дает вот эффект ухода за кожей головы. То есть он ухаживает не за волосами, там дает им объем и так далее, а именно вот этот компонент, он ухаживает за кожей головы. И у нас есть широкая, широчайшая линейка, которая по-своему каждой из этих продуктов уникален. И дополнительно к компоненту 6-джин-джирол добавлены активные ингредиенты, которые дают определенный эффект. Для того, чтобы защитить цвет, добавлен экстракт листьев баобаба. Для того, чтобы создать объем, добавлен комплекс керамидов к 6-джин-джирол компоненту. Для того, чтобы восстановить волосы, органовое масло. А вы знаете, что органовое масло уже серия Элео, которая из-за бешеной популярности пользуется. Она содержит органовое масло. То есть, здесь идет плюс к этому такой широчайший спектр аминокислот, которые органовое масло владеет. И дополнительно ухаживает. Для здорового сияния здесь алмазная пудра. Для жирных волос масло чайного дерева. Такой компонент, который всем нам известно для поддержания иммунитета, то есть и одновременно бактерицидами свойствами обладает. Для укрепления волос это дрожжевой белок и так далее. Давайте познакомимся с каждой из серии более поподробнее. Кстати, кто пользуется серией Хэй Рык, пожалуйста, поставьте в чате пятерочку. Посмотрим, сколько нас здесь в чате. Ну что ж, серия Эксперт это безупречный цвет. Конечно же, да, пользуюсь Любви. В этом каталоге хорошее такое нам предложение. Компания уже предлагает наборчики для вас. Ну и немножко пробегусь по вот этим сериям. Серия по уходу за окрашенными волосами. Здесь и шампунек, и далее. Кстати, очень важно, когда вы пользуетесь, ухаживаете за вашими волосами, чтобы у вас и был и шампунь, который просто очищает наши волосы, но и дополнительно, чтобы был кондиционер. Кондиционер, вот эти чешуйки, которыми обладают волосы, он их приглаживает. И получается, что когда вы используете кондиционер, волосы после этого становятся более гладкими, более шелковистыми. И когда вы их приглаживаете, дополнительно вы волосы защищаете от ломкости. Поэтому важный фактор, обязательно используем и шампунь, и кондиционер во вместе. Если говорить о таких продуктах, ну вот я как говорила, дорожный вариант, шампунь, кондиционер 2 вода, то я скажу, что это не тот вариант, который будет давать такой вот очень хороший уход за волосами, потому что где-то что-то страдает. Или эффект для кондиционера страдает, или эффект ухода очищения страдает. Но в любом случае шампунь и кондиционер это тот вариант, когда хочется очень быстро получить эффект очищения. И если говорить о уходе, то уход за нашими волосами начинается не только с волос, уход за кожей головы, но и точно так же идет уход за нашими волосами, это еще и дополнительно уход изнутри. А здесь уже нам поможет серия, которая Велос, сейчас у меня сайт перелистаю, серия Велос, нутрикомплекс для волос и ногтей. Кто из вас пробовал, поставьте четверочку, кто просто слышал, поставьте троечку об этом продукте. Кто вообще слышал, что нутрикомплекс такой для волос и ногтей есть, поставьте тройку, кто попробовал, четверку для себя. Отлично, посмотрю, кто из нас может своим эффектом поделиться. Хорошо, хорошо, значит просто слышали. Ну что ж, буду вам рассказывать, что это за продукт, почему он дает такой хороший эффект и результат, почему все, кто использует его, говорят, что волосы просто растут, не знаю, огромными темпами, ногти становятся твердыми, елоками. Почему, почему именно этот эффект? Ну, в первую очередь, для кого нутрикомплекс для волос и ногтей, для кого? Он продается через аптеку и для тех, кто хочет предотвратить выпадение волос, предотвратить ломкость, тусклость волос и предотвратить расслаивающиеся ноги. Именно благодаря тому составу, который содержит вот этот вот нутрикомплекс, добиваются этого эффекта. В чем уникальность формы? Здесь содержится, ну, все мы знаем, что мы состоим из клеточек. Клеточки у нас это так называемые органы, либо белковый состав. И белковый состав нашего организма, он должен получать всегда, каждый день, 21 аминокислоту. И вот эти вот две аминокислоты, L-лизир и L-тистеин, это те аминокислоты, которых обычно не хватает в нашем организме. Если помните, я вам говорила, что структура волос в основном это белковая составляющая, то для того, чтобы просто вот этот волос строился хорошо, ему необходимы вот эти две аминокислоты. Если помните, как я говорила, волос растет вот из кожи головы, и вот этот фолликул, возле него проходят нервные окончания и сосуды. Из-за того, что у нас падает туда-сюда, скачет давление, просто из-за каких-то стрессов у нас могут выпадать волосы. Согласны? То есть, именно даже вот такие вот факторы могут ли влиять на выпадение. И вот одна из этих аминокислот влияет на укрепление стенок сосуда, и в том числе, принимая этот продукт, вы избавляетесь, как многие говорили, перестает болеть голова, то есть в игре не проходит, становятся более спокойными, более стрессоустойчивыми. То есть, вот такой продукт вроде бы покупаем для волос и ногтей, а получается вот такой вот двоякий эффект. Еще дополнительно, если помните структуру волос, он состоит из многих-многих микроэлементов. И один из важных микроэлементов, который отвечает за то, чтобы волосы росли, это железо. И здесь его, если видите, достаточно много, 7 мг. Очень часто после беременности, то есть я скажу, что волосы выпадают, то есть во время беременности очень часто теряется вот это железо, падает гемоглобин. Почему? То есть организм отдает все ребеночку, и мама после беременности осуществляет терять волосы. То есть это говорит о нехватке железа. И организм, когда его не хватает, самое, что он простой, ведь из-за того, чтобы брать его из крови, вмешать гемоглобин, он лучше отдаст волосы и начинается выпадать волосы. Поэтому очень важно, если говорить о том, чтобы волосы не выпадали, чтобы в организме было достаточно железа. Для того, чтобы железо усвоивалось, здесь в этой форме добавлен витамин С. Еще для здоровья волос тоже немаловажно. Силен и цинк, то есть это для иммунитета, тоже чтобы фолликулы хорошо росли. То есть я вам до этого рассказывала, осоставивалась, и в зависимости, вот что влияет на состав, на его рост, вот здесь вот абсолютно все добавлено. Иногда я вот читаю тоже разное, для ногтей, не знаю, просто есть продукты, которые в аптеках продаются, или если шампунь покупают, то они воздействуют просто на внешний контур волоса, то есть на его вот эти чешуйки восстановить и так далее. Есть комплексы, которые воздействуют просто на кожу головы. Здесь есть комплексы, которые тоже, которые вы принимаете, но они не настолько богаты вот этим составом. И вы не найдете вот состава ухода за волосами, которые содержатся вот эти аминокислоты, которые дополнительно, еще, кстати, скажу, что вот эти аминокислоты воздействуют на иммунитет, а селен, который содержится, тоже иммунитет, и они помогают бороться с герпесом, то есть еще такого вот как поддополнения к этому продукту. Важно, для вас важен такой фактор, как его применять и как его использовать для себя. Ну вот здесь вот, да, кстати, то, что я рассказывала, для чего, да, используются вот эти продукты, состав, то есть подробно здесь расписано. Так, результат, который получили, ну, здесь проводились исследования, в первую очередь здесь 3 месяца необходимо, чтобы восстановить волосы, этот комплекс применяется в течение 3 месяцев, и вот результат, который клинические исследования проводились, укрепление ногтей, уменьшение выпадения волос, и хочется для вас еще сказать о том, как правильно принимать эти продукты. Необходимо принимать 2 таблетки ежедневно, то есть идет специально, каждая таблеточка запакована в упаковочку, чтобы не поступал воздух, и вы принимаете 2 таблетки ежедневно в одно и то же время. Дополнительно к комплексу, вот, который принимается внутри комплекса, необходимо, чтобы в вашем рационе присутствовали еще и витамины, поскольку выпадение волос чем связано? Не хватает микроэлементов, не хватает, например, железа. И если организму не хватает железа, то он, например, получил железо, он начинает латать дырочки там, где более жизненно важно, необходима этот продукт. Например, улучшить гемоглобид в крови, например, если не хватает витамина С, улучшить иммунитет, если вы болеете. А волосы так и будут продолжать выпадать, и мы не увидим результат. Поэтому очень важно и рекомендуемо, если вы хотите получить действительно эффект от этого продукта, то вместе с витаминовой спеком вы принимаете дополнительно и внутрикомплекс для волос и ногтей. Внутрикомплекс для волос необходимо принимать курсами. И если вы принимаете курсами, то перерыв, ну, это минимум 3 недели, можно больше перерыва. То есть можете принимать сезонами для себя. Можете повторять, то есть в зависимости от сезона, то есть, например, весной и осенью. И, конечно же, кто принимал, скажу, что у меня муж принимал, то есть ему очень понравилось, сказал, ногти, я не знаю, очень быстро стали расти, ему это не понравилось. Для нас, девушек, это очень хорошее дополнение, конечно же, маникюр быстро отрастает, можно креативить больше. Ему это не понравилось. И, конечно же, ему не понравилось то, что волосы стали расти быстрее и больше, быстрее стало надо записываться в парикмахерах. Поэтому вот такие вот виды. Конечно же, как плюсы, это то, что вы получаете более здоровые волосы. Кто пользовался, конечно же, говорили, быстрее стали отрастать волосы, краситься чаще надо. Но все мы хотим, чтобы волосы были здоровы, все мы хотим быть красивыми. Вот, сегодня такой вот был мастер-класс для вас по уходу за волосами и, конечно же, по краскам для волос. Я вам желаю, чтобы вы всегда оставались красивыми, чтобы вы креативили впереди Новый год. Вменьяйтесь, встречайте в новом образе. И спасибо вам за внимание, что были активы на бейс-чате. Вот, вы сейчас оставайтесь в комнате. Ровно в 8 часов будет у нас встреча, которую будет проводить директор компании Reflame Оксана Жирнова. Она вам расскажет, в чем суть нашего онлайн-проекта. Какие вы деньги можете получить здесь. Что для себя вы можете, какие желания реализовать, какие мечты реализовать. Что вы можете здесь дать своим детям. Оставайтесь в этом кодексе. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok